Представьтесь, пожалуйста. Наталья Мячина. Антон Браткунс. Павел Бравков. Очень приятно. А скажите, пожалуйста, кто организатор этого мероприятия? Сегодняшнее мероприятие организаторы мы, Мотус МТЮ. Скажите, пожалуйста, сколько фирм принимало участие и какие? Антон, пожалуйста. Сегодня участие принимало 22 команды. То есть в течение двух недель они зарегистрировались, последние уже регистрировались на месте. Такого ажиотажа мы не ожидали. Рассчитывали, если будет 10 команд, то это будет хорошо. А тут превзошло все ожидания, скажем, для первого раза, который фирма Йокс проводилась в Нарве. И мы остались очень довольны результатом. Команды были разные. Как учебные заведения, две школы, отдел культуры, гору правую. Госструктура, частный сектор, недоходное объединение. Все секторы захватили. Два отеля наших самых больших, пусть Нарвы, которые. И другие фирмы, частные тоже. Скажите, это впервые проводится мероприятие или уже было такое? Такой эстафета под названием фирма Йокс проводится впервые, но есть похожая, которая проводит спортивный клуб Экке, это забег Юрьевой ночи в Нарва ЕСУ. Там тоже есть отдельный старт для команд. То есть это весной проходит. А такой конкретный в Нарве фирма Йокс – это первый. Скажите, а с какой целью вообще проводится это мероприятие? Вообще-то данное мероприятие проводится в рамках международного мероприятия большого. Это неделя движения. По всей Европе эту неделю организовываются такие спортивные, разные подвижные мероприятия. И вот мы тоже решили проявить инициативу в Нарве и организовать мероприятие по бегу, по эстафетам Нарва фирмы Йокс. Скажите, а вот какие-то существуют правила набора команд? Нет. Никаких критериев. То есть были как мужские команды, женские, смешанные и меньше 16 лет кому возраст. То есть совершенно разная цель – популяризировать движение и развить корпоративный спорт. Чтобы народ на работе занимался спортом, двигался хотя бы просто, чтобы работодатель к этому относился более лояльно. Поэтому время было тоже сделано рабочее, скажем так, в 4 начала регистрации, 5 – первый старт. То есть поддерживать корпоративный фирменный спорт, движение. Особо здесь нужно поблагодарить фирмы и людей, которые не бегают совсем, а пришли сегодня и пробежали здесь свой километр. Потому что были спортсмены настоящие, которые, как мы видим, взяли первые места. А вот стоит поблагодарить на самом деле и сказать спасибо огромное тем, кто не бегает, но сегодня пришел и побегал. И команда полиции приближается на финиш. Бежим до конца, до флага старт-финиш. Поаплодируем. Команда номер 6. Время 16.04. А скажите, вы впервые участвуете в этом мероприятии? Да, в этом мероприятии я впервые участвую. Я раньше не слышал, что такие мероприятия проводятся. И вот хотелось бы поблагодарить Антона Проткунаса, программу, клуб Мотус, кто это организовал. Так что классное мероприятие, первый раз участвую. А скажите, вот какую пользу считаете приносить такие мероприятия в вашей фирме и лично вам? Спорт, это все классно, это здоровье, это хорошее настроение. То есть все люди, которые здесь участвуют, тут не обязательно выигрывать. Даже самоучастие, это уже куча положительных эмоций, впечатлений. Это только позитив. А скажите, а в будущем будете участвовать в таком мероприятии, если оно состоится? Конечно, да. Планирую, если все получится, то, конечно, с удовольствием прием участие. А скажите, а спонсоры у вас есть? Да, на данном мероприятии. Ура, у нас были спонсоры. Это новый спа-отель Норус, это Мирису-спа, оба из Нарва ЕСУ. И также нас поддержала организация, которая организовывает Нарва Энергия Йокс в Нарве. Мирису-спа-отель Нарва Энергия Йокс, на любую выборную дистанцию. Подрачная карта от двух отелей. А скажите, а вот участвующие фирмы, они вносят какой-то свой взнос? Или это бесплатно для участия? Участие бесплатно, но в этот раз мы решили, чтобы никто не ушел с пустыми руками, сделать такую лотерею, такую карусель, чтобы фирмы между друг другом обменивали с подарками. То есть нашим условием было, чтобы каждая фирма подготовила пакетик презентов, сувениров. Ну и в итоге на сцене, в конце, на награждение, каждая фирма вытаскивала название другой фирмы, она заранее не знала, какую фирму она вытащит. И вот так вот они все обвинялись подарками, и в итоге с подарками ушли все. Скажите, а на будущее вы будете организовать такие мероприятия? Станет ли традиционным забег для Нарвы? Конечно, конечно станет. Я думаю, также можно это осенью организовывать, поскольку другой забег фирм, который вместе с Юрием Йоксом проводится в Нарвы ЕС весной, этот будет продолжаться осенью, как раз в начале рабочего, учебного года. Следующий массовый забег у нас Хэллоуин, да? Да. То есть на Хэллоуин там уже будет просто любители, мы будем бегать не на результат, а просто в костюмах весело, как в прошлом году, и это уже будет у нас второй год подряд. Давайте ближе сюда. Давайте ближе сюда. Давайте ближе сюда. Продолжение следует...